Приветствую вас, Анна. Я думаю, что вы уже как-то к этому относитесь. Я думаю, что вы уже как-то относитесь к тому факту, что у мужчины вашего есть папу. И я думаю, что это отношение, ваше отношение, оно не изменится от того, что мы вам, например, скажем, какое лучшее отношение, какое должно быть отношение. Капец ситуации. Ну, просто потому что у вас это отношение есть, оно, в общем-то, ваше. Вот, и оно вряд ли куда-то денется, если вы услышите наш ответ. Вот. Поэтому, когда спрашивают, вот, как относиться, для меня это означает, что человек не готов как-то принять ответственность за то, что он уже как-то относится к этой ситуации. Вот. То есть у меня это вызывает вот примерно такую, такую реакцию, у меня это вызывает примерно такую модель поведения. Вот. Я вас не обвиняю ни в коем случае, вот, ни в коем случае вас не обвиняю. Я просто говорю сейчас о том, как мне это видится. Вот. Я только об этом сейчас говорю. Вот. Исключительно. Исключительно об этом. Я не преследую цели вас обвинить. Я не преследую цели вас как-то задеть. Я не преследую цели вас осуждать и так далее. Вот. Но просто ситуация на данный момент складывается, на мой взгляд, вот таким образом. Дальше идем. Значит, мужчина вас обманул, по сути. А я так полагаюсь, что именно это вы хотите сказать. Вот. Что мужчина обманул вас. Мужчина не сказал вам правду относительно тату и относительно того, как она была сделана. Вот. Неприятно ли это? Да. Конечно. Безусловно. Это неприятно. Что он вас обманул. Но я бы, на самом деле, постарался бы выяснить, почему он это сделал. Почему он так поступил. Почему он решил сказать вам неправду. На мой взгляд, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы как-то вот постарались бы с этим разобраться. То есть, было бы здорово, если бы вы постарались понять мужчину, понять, почему он не сказал вам правду. Вот. Я думаю, что ваша основная идея, которую вы, правда, не озвучили, заключается в том, что мужчина, по вашему мнению, мог свои прошлые отношения еще не забыть. И вас больше всего напрягает именно это. Тот факт, что он отношения свои мог еще не забыть. И он может еще испытывать какие-то чувства к своей прошлой девушке. Вот. И надо сказать, что у этого действительно есть все те причины, которые назвал мой коллега, вам Сергей Ельченко. Вот. То есть, надо сказать, что тут мой коллега прав. Вот. Это действительно те самые причины, по которым вы, возможно, не чувствуете, ну, вам неприятно. Вот. И нужно разобраться с тем, почему вам неприятно. Нужно разобраться с тем, почему вас так волнует тату. Ну, это вы, это вы в себе не уверены, например? Это вы в себе сомневаетесь, например? Или здесь есть что-то еще? Что-то, о чем мы не знаем. Вот. Ну, я не хочу честно гадать, да, я не хочу гадать. Вот. Просто я хотел бы вот задать вам как-то этот вопрос, чтобы вы для себя его, значит, как-то вот постарались раскрыть. Да? Ну, вот. Мужчина вам по какой-то причине не доверяет сейчас. И нужно понять, почему он вам не доверяет. Нужно понять, он вам не доверяет, потому что у него остались чувства еще, или он вам не доверяет, потому что боится, к примеру, вашей реакции. Вот. То есть, мне кажется, что, так или иначе, это нужно раскрыть. Так или иначе, это нужно понять, так или иначе. Вот. Потому что в противном случае вам будет сложно, да, дальше идти по жизни, я имею ввиду, вперед. С другой стороны, вы говорите о том, что вы эту татуировку почти не замешаете, с чего я, в общем-то, делаю вывод такой, что волнует вас сама тату. Ну, вы, ну, вот она вам что-то напоминает, видимо. Вот. И это вас беспокоит. То, что она вам напоминает. Вы предпочитали бы ее вообще не видеть. Вот. И тут, конечно, нужно поисследовать, чем вам неприятно. Может. Тату. Ну, конкретно. Чем она вам неприятна. Вот. А почему она вам... И, соответственно, какие это чувства у вас вызывают. То есть, это ревность, это какой-то страх, это может быть... Что-то еще. То есть, вот со всеми этими моментами, которые могут быть. А вам, мне кажется, нужно разобраться. Разобраться, потому что это будет вам в той или иной степени и мешать двигаться дальше, мешать двигаться вперед по жизни, как самой, вот, так и, ну, с человеком. Вот. Поэтому это нужно раскрыть. Вот. Если вы не уверены в себе, если вы боитесь пытаться мужчину, если вы, если у вас есть, некоторые проблемы с доверием, допустим, допустим, с доверием, ну, вот, к человеку, то со всеми этими аспектами требуется разобраться вам, потому что дальше по жизни идти вам будет очень сложно и, если не сказать, больше, если не сказать, что практически нереально. Вот. Такой вот ответ вам можно дать. Я понимаю, наверное, что этого, скорее всего, недостаточно. Я понимаю, что, вероятно, вы хотели бы, ну, вот, хотели бы, если не другого ответа был, что такого более конкретного, но более конкретного ответа вам дать психолога, по крайней мере, на то, что вы описываете, не смогут, потому что есть, есть профессиональная этика, вот, есть границы, за которые мы заходить не можем и не должны. Вот. Я надеюсь, что вы, вы относитесь к этому с пониманием и адекватно, чтобы продолжить, например, в будущем работу, вот, чтобы постараться гармонизировать отношения, вот, которые у вас, ну, сложились с мужчиной, вот. И я думаю, что результатом станет ваше повысившееся чувство уверенности в себе, что там будет более адекватная, я надеюсь, самооценка такая, чтобы вы могли не переживать таких вещей, как просто татуировка или то, что мужчина мог там, ну, не забыть, да, не забыть свои прошлые отношения, вот, которые у него могли быть, что, в общем-то, что, в общем-то, на мой взгляд, вполне нормально, ибо не все, к сожалению, так просто забывается, вот. А вам, ну, вам нужно для себя решить, почему вы принимаете, условно говоря, это, вот, то, что происходит, да, почему вы принимаете это на свой счет, с чем это связано, что вы принимаете это на свой счет, вот. Вот, именно, 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 именно на свой счет, то, что вы принимаете эту ситуацию, вот, то есть, если человек, вот, ну, как это сказать, если человек, допустим, не стесняется чего-то, да, не сказал вам чего-то, вот, то почему вы воспринимаете это так негативно, как будто это, ну, ни много, ни мало, да, личное оскорбление, вот, хотя, в общем-то, ну, я уверен, что никто вас не оскорблял, да, никто не пытался вас оскорбить, и человек, он действовал, действовал, аж так, по своим каким-то убеждениям, по своим каким-то представлениям, вот, и и, ну, плохого он вам, вряд ли, вряд ли плохого он вам ничего-то хотел, вот, но вы, тем не менее, восприняли это именно так, мне кажется, что у этого есть причины, и в них, в этих причинах вам нужно разобраться, потому что неважно с этим человеком или с кем-либо еще, в будущем вам будет сложно, выстраивать отношения с людьми, если вы не будете допускать, например, что у них может быть что-то до, ну, что-то до вас, к примеру. И кто-то до вас, кто-то до вас, вот, и так далее. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что моей целью не является, не является ни в коем случае черезeeee… вещем ам… ам… ам ам.. ам … arz previously ам… 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 значит, вы смогли идти дальше по жизни своей. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам это было полезно. Конечно, хватает деталей в вашем, значит, тексте, да, то есть, вот, ну, вы вот здесь пишите, например, что у моего мужчины тату, который набил на годовщину отношения своей первой пассии. Пассии? Почему пассии? А, то есть, я весь чувствую некую такую, некое пренебрежение, некое, может быть, уничижение прошлой девушки человека. Вот. Почему так? Почему вы по сути обесцениваете девочку, вот, относитесь к ней явно негативно? Этот вопрос, мне кажется, очень важно вам задать этот вопрос, очень важно вам рассмотреть, потому что, может быть, здесь имеет место быть ревность, может быть. Хотя я в этом не уверен и, может быть, я не прав. Вот. Но вполне может быть, что здесь есть ревность. Вот. Если ревность здесь есть, то работать нужно с ней. А эта самооценка, это все, что сказал мой, опять же, коллега Сергей Девченко. Так, мне он говорил вначале, что это просто дата, когда его взяли в команду известную, а недавно я от его бабочки узнала, что это не так. Он знает мое негативное отношение к чему. И когда я еще давно спрашивал, его повторно отожду, он нервничал, говорил, что же спрашивал, и как-то казалось, что она на ноге, и ее не видно. Не знаю, как быть, что бы что. Вроде бы неприятно, но друг отца я почти не замечаю. А что именно вам неприятно? Что именно вам неприятно здесь? Понимаете, если ситуацию не изменить, если с ситуацией не разобраться, то я боюсь, что она рано или поздно даст себе знать вам, и рано или поздно может достаточно негативно повлиять на ваши отношения с мужчиной. Вот. Достаточно негативно может повлиять. Поэтому мне кажется, что очень важно разобраться с тем, почему вам неприятно, вот что именно вам неприятно, из-за чего конкретно вам неприятно. Вот. И такая вот история. Вот, в принципе, такой ответ я мог бы вам дать. Очень надеюсь, что это даст вам какую-то почву для размышлений. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация, в которую вы попали, в которую вы оказались, будет успешна. Успешна разрешена. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...